Воронеж Воронеж Редактор субтитров А.Семкин ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 и родникам, святителям честным и мужем премудрым, прославящим град наш. Богу благодарение возносим и просим милости его богатые на град и на люди. Бежим властям, придержащим мудрость и меди, и подпечения о народе, и о благоукрашении граду сего, и о житии мирном, и благоуспешном. Бежим людям соблюдать добромравие и благочестие. Молитвами, причистые Богородицы и святителя Великого Митропания, земли Воронежские украшения. Благословенному граду, нашему стоят и на твердом, основании небогоребиму, от вражеских наветов и злонравия граждаему, то изобили плодов земных и благорастворений воздухов, а младая, мирная и благая лета. Служить Отечеству, обязанность священна, из века в век в России так сложилась, упорно, стойко и самозабвенно, народ не уповал на вражью милость. Он всякому вторжению супостатов всегда давал решительный отпор, и мужеству российского солдата аналогов нет в мире до сих пор. В честь героев Отечественной войны 1812 года из-за граничных походов русской армии 1813-1814 годов постановлением администрации города Воронежа были наименованы улицы и переулки в микрорайоне Шилова. В недалеком будущем в Воронеже появятся новые улицы героев войны 1812 года. Улица генерала Абдуатова. Улица генерала Раевского. Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Городской Думы Александр Никитович Шипулин. Город Воронеж Сергей Михайлович Калиуг. Уважаемые, дорогие, любимые горячо воронежцы, дорогие гости нашего великого города, разрешите мне поздравить вас всех с этим добрым, теплым домашним праздником. В 1586 году был основан наш любимый великий город. Был основан как город-крепость, как защитник южных рубежей нашей великой страны, России. И всей историей он доказал, что это было правильное решение. Он стал родиной русского военного флота вместе с Петром Великим и святителем Воронежским Митрофанем. Он направил своих лучших сынов, чтобы защищать Родину в войне, в народной войне 1812 года. Его лучшие сыны, советские солдаты, стали насмерть на этих рубежах, чтобы в годы Великой Отечественной войны защищить наше государство и не стали наш любимый город. Тем самым обеспечив победу советских войск под Сталинградом. Никто не верил, что этот город после Великой Отечественной войны можно восстановить. Всего за несколько лет возродили его из пепла, придав ему красоту, которая сохранилась до сегодняшнего дня. Ожидает знаковое событие. В городе появятся миллионные жители. Это говорит о чем? Это говорит о том, что люди хотят здесь жить, они хотят созидать, они хотят работать, они любят этот город, они любят Воронежскую землю. Успехов! С праздником вас! Высокое звание. Почетный гражданин города Воронежа присвоено. Абаджану Валерию Ашалуйсовичу, доценту Воронежского государственного института физической культуры, председателю Воронежской областной общественной организации Федерации кикбоксинга, мастеру спорта международного класса по боксу, исполнительному директору Воронежской региональной общественной организации инвалидов Искра Надежды, председателю Воронежской региональной общественной организации инвалидов Специальная Олимпиада. Валерий Ашалуйсович стал первым отечественным тяжеловесом, выиграв турнир Кубок мира в 1981 году. Абсолютный чемпион СССР по боксу в 1982 году. Высокое звание. Почетный гражданин города Воронежа присвоено. Толстых Борису Леонтьевичу, доктору технических наук, герою социалистического труда, лауреату государственной премии. Борис Леонтьевич с 1977 по 1985 год работал генеральным директором Воронежского завода полупропинковых приборов. С 1985 по 1987 год заместителем министра электронной промышленности СССР. С 1987 по 1989 год заместителем председателя Совета министров СССР и председателем государственного комитета по науке и технике с 1987 по 1989 год. Работал председателем государственного комитета по вычислительной технике и информатике с 1989 по 1991 год. И был депутатом Верховного Совета СССР от Воронежской области с 1979 по 1989 год. Пусть сегодня блестят и палеты, пусть прошлое вспомнится вновь. Мундиры гусарские канули в лету, но к ним не угасла любовь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Своей первой колыбелью Лошадь, оружие и полковая музыка Первыми детскими игрушками и забавами Так писал в своих автобиографических записках Кавалерист девицы Надежда Дурова Прабабушка известных цирковых артистов Анатолия и Владимира Дуровых Переодевшись в мундир Она несколько лет служила на военной службе В качестве офицера Участвовала в сражениях 1812 года Была ординарцем у Бутузова Театрализованный киноконцерт Гусарская баллада Со сценическим видеосветовым шоу Анатолия и Владимира Дурова В первой колыбелью В первой колыбелью АПЛОДИСМЕНТЫ Замолк оркестр Довольны все, и стар, и млад Вот будет разговором Немного жаль грядущий фан Готовится не скоро Дорогие воронежцы, в честь сегодняшнего праздника И во славу героев 1812 года Перед вами пройдут ваши земляки Однофамильцы и почитатели тех генералов Чьими именами названы улицы нашего города На площадь выходят почитатели воинских заслуг Генерала Раевского Генерала Раевского Во славу казачьего генерала Атамана Блатова Шествия продолжают воронежские казаки Генерала Раевского Дамы и господа Я имею честь зачитать вам манифест императора нашего Александра I об изгнании наполеоновской армии из России и окончании Отечественной войны 1812 года. Объявляем всенародно, неприятель вступил в любезное наше Отечество. Ничто не могло отвратить злых и упорных его намерений, отворожденной им всеопустошительной войны. Видя его неукротимую ярость, принуждены мы были, призвав на помощь Бога, обнажить меч свой, доколе хотя един из неприятелей оставаться будет вооружен в земле нашей. Мы сие обещание положили твердо в сердце своем, надеясь на крепкую доблесть Богом вверенного нам народа. В чем и не обманывая достойность славы ни у главнокомандующего над войсками нашими знаменитого полководца, принесшего бессмертные Отечеству заслуги, ни у других искусных и мужественных вождей и военачальников, ознаменовавших себя рвением и усердием, ни вообще у всего храброго нашего воинства, можем сказать, что содеянное ими есть превыше сил человеческих. Слава нашему народу! Слава России! Бородино! Бородино! Священное в Отечестве оно! Дух нации единства памятно хранит, и ничто не забыто, и никто не забыт. Земля российская, родная... Раверс Славься, славься, мирольская наша земля, На годы, хоть веки, вековцы, да, Любимая наша родная страна. Славься, славься, народ, Славься, великий ростовский народ, Голодом, как семьюшен, да, Голодом, как святая, Голодом, как святая, Вокучей рука, Славься, славься, мирольская наша родина. Вокучай, словно наш родная страна. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok